В студии Юлия Лучникова. Здравствуйте. В эфире еженедельная итоговая информационная программа. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о наиболее заметных новостях, актуальных и интересных событиях уходящей недели. Итак, сегодня в материалах наших журналистов. Регионам может быть оказана поддержка по реализации программ обеспечения жильем людей с ограниченными возможностями здоровья. Понижение пенсии и зарплаты россиян не ожидается. Глава государства ответил на вопросы граждан страны. Ситуация для этого года не новая. Все силы на расчистку улиц и дворов. Тысячи кубометров с прессованного снега стараются как можно быстрее вывести из города коммунальные службы. Техника и люди полностью мобилизованы. Они неравнодушны и готовы совершать дела на благо жизни и здоровья людей. 20 апреля в почете те, кто безвозмездно сдает кровь. В России отмечается День донора. Запретных тем здесь нет. О проблемах говорили открыто. Очередной этап проекта. Открытый диалог завершен, но работа продолжается. Что волнует горожан и как будет использовано полученное в ходе встреч информация городскими властями. Обсуждаем тему с гостем в студии. Об этих и других событиях подробнее. Глава государства ответил на вопросы россиян. В четверг на этой неделе состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Общение с гражданами в общей сложности длилось почти 4 часа. Тем успели обсудить много. Первый вопрос относился к Украине. Владимира Путина попросили оценить последние события в Луганской и Донецкой областях. Прокомментировал президент и заявление Запада о том, что к событиям на Востоке Украины якобы причастна Россия. Глава государства назвал это чушью. Комментируя подготовку к вхождению Крыма в состав России, президент сказал, что заранее ничего не планировалось. Прокомментировал Владимир Путин и опасения многих россиян о том, что из-за вложения средств в Крым будут урезаны пенсии и заработные платы. Как сказал глава государства, этого не произойдет. Регионам может быть оказана поддержка по реализации программы обеспечения инвалидов жильем. Первые шаги в этом направлении делаются в бюджете на создание безбарьерной среды. Заложены около 34,5 миллиардов рублей ежегодно на ближайшие пять лет. Во время прямой линии Владимир Путин назвал недопустимым попытки управляющих компаний переложить свои расходы на плечи жильцов, увеличивая тем самым тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В целом на прямую линию с главой государства от жителей нашей страны поступило более двух миллионов вопросов. В числе популярных международная тематика, кризис на Украине и возможные экономические санкции в отношении России. Актуальными также были темы, касающиеся размера пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет, ремонт и строительство дорог. По данным фонда, петербургская политика Ямал вновь призван экспертами максимально устойчивым регионам. Как мы сообщали ранее, в рейтинге наш округ набрал наибольшее количество баллов – 8,8 среди российских регионов с максимальной устойчивостью. Свои рейтинги по исследованию социально-политической устойчивости российских субъектов фонд «Петербургская политика» публикует с 2012 года ежемесячно. Ямал традиционно занимает лидирующие позиции. О причинах устойчивого успеха округа и ямальского губернатора наш следующий сюжет. К результатам различных исследований можно относиться с определенной долей скептицизма. Однако именно стабильное лидерство в строчках рейтингов позволяет говорить о том, что взятый ямальским губернатором три года назад курс на обновление «Экономический прогресс» оказался верным и точно увязанным с интересами государства. Надо учитывать, как работала команда губернатора. Это команда, в отличие от других регионов, где мы видим очень часто неконсолидированные элиты, у нас элиты консолидированы. Вот и в аппарате президента солидарны с политологами. Во всяком случае, это подтвердил недавно побывавший в Салехарде с рабочим визитом представитель федерального центра. Это объективная ситуация, объективная оценка. Я сегодня убедился в том, что многое делается. И делается не только для социально-экономического развития региона. Это очень важно. И в этом показатели они выше, чем в среднем по стране. Компас развития указал на Арктику. Социальные программы и поиск альтернативы углевдородам. Оказалось, что ямальский картофель и мед, разведение мальков сиговых и собственное деревообрабатывающее производство не менее важны, чем энергоресурсы. В обоим успешных проектов легли и северный широтный ход, и завод по переработке сжиженного природного газа в самой северной части Обской губы и уникальный порт Сабетта. Такие очень важные для страны проекты, они сделают нашу страну самодостаточной, самостоятельной, сильной державой, еще более сильной, чем она сегодня есть. Это проекты, имеющие глобальное значение. Глобальное с точки зрения формирования новых транспортных потоков в мире, новых энергетических источников. И такого масштаба, такого уровня проекты, конечно же, они уникальные. Еще два года назад амбициозность планов многих заставляла засомневаться в их реальности. Сегодня точка невозврата пройдена. Более того, в условиях мирового экономического кризиса регионы готов начать строительство финансово затратных проектов, не дожидаясь федеральных денег. Ямальский губернатор уже заручился поддержкой соседних регионов. Здесь много будет зависеть от того, насколько сегодня субъекты, и Ямал, и Тюменская область, и Ханты-Мансийский автономный округ в этих условиях поддержат эти проекты. Среди позитивных событий эксперты отмечают не только промышленное освоение арктической зоны, но и решение социальных задач, которые годами не то что буксовали, лежали. Дмитрий Кобылкин взялся за переселение ветеранов на юг Тюменской области. Пожалуй, это единственный в России проект, согласно которому участники программы переселения из районов Крайнего Севера получают жилье бесплатно. Внедрение вот этой программы, оно было в первую очередь направлено не на расширение категории граждан, а для того, чтобы поменять инструмент, поменять механизм обеспечения. Для того, чтобы граждане, которые стоят по 20-30 лет в очереди, в конце концов увидели свет в конце тоннеля. Ямальский-1 легко узнать по цветам северного сияния. На 14 гектарах Тюменской земли за два года возвели 14 жилых многоэтажек. Ключи от квартир уже получили около 2000 семей. Сегодня полным ходом идет заявочная кампания на переселение в Ямальский-2. Внушают оптимизм и объемы сдачи жилья непосредственно на Ямале. Только в прошлом году новоселье в округе справили 1538 семей, а всего за три года в эксплуатацию введены 610 тысяч квадратных метров жилья. Очень трудно реализовывать успешную политику, не только индустриальную, но и социальную политику, без опоры на мнение населения. Сегодня люди плохо покупаются на популистские заявления и не ведутся на яркие слоганы. Гораздо важнее реальные квадратные метры, новые детские сады, мосты и дороги. Именно это ложится в основу современных российских рейтингов и социальных исследований. И именно это определяет уровень доверия губернатору. Юлия Лучникова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» при содействии агентства «Северпресс» и ГТРК «Ямал». На протяжении проведения целого ряда мониторингов «Ямал» возглавляет рейтинг социального самочувствия регионов. По последним данным, опубликованным Центром изучения общественного мнения, на вопрос, довольны ли вы положением дел в округе, ямальцы в большинстве отвечали положительно. А как оценивают работу губернатора «Ямала» жители нашего города? Мы провели небольшой опрос. А как вы оцениваете деятельность нашего губернатора? Нашего? Ну, в общем-то, наверное, хорошо. Потому что я знаю и своих друзей, и родственники у нас живут здесь. Ну, в общем-то, мы довольны. По сравнению с другими регионами, конечно, мы довольны. Мне нравится его тактика и действия его. Вообще по нашему северу, как он выступает, что он какие предложения предлагает, что вести, что не вести, как говорится. Кобылкин. Я не могу сказать оценку. Если так сказать, чисто по-человечески, то удовлетворительно, если так можно. Очень позитивно оцениваю, поскольку многие результаты видны по городу. Люди добрые, красивые, власть открытая. Ну, наверное, довольны. Строительство какое-то уютное хорошее, чисто так, уют, порядочек. Во всех регионах по-другому, как-то у нас все равно легче, хорошо, вот все нормально. Видите, и город красивый у нас. Все для людей стараются. В Муравленко завершилась серия открытых диалогов. Руководство городской администрации обсудило с горожанами проблемы основных сфер жизнедеятельности и муниципалитета, и пути их решения. Подобные встречи с жителями города проводятся не первый год. И практика показывает, что после их проведения многие проблемы в городе решаются. Тем более, что запретных тем здесь нет. Такая форма обратной связи позволяет муравленковцам либо получить компетентный ответ на месте, либо чуть позже, если заданный вопрос требует детальной проработки. В этот раз администрация города вела диалог с работниками предприятий и учреждений. О проведенных встречах и их итогах сюжет Светланы Грачевой. В числе первых были встречи с педагогами школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Злободневный вопрос – низкий уровень заработной платы младшего персонала. Ну пускай 12-13 тысяч они получают. Очень много из них женщин, которые воспитывают детей одни. Александр Подорога ситуации знаком. Меры по ее разрешению предпринимаются. Он лично озвучил проблему низкого уровня заработной платы обслуживающего персонала губернатору округа Дмитрию Кобылкину. На сегодняшний день проводится достаточно большое количество мероприятий и информирование наших руководителей окружных для того, чтобы эту ситуацию исправить. Я надеюсь, что во втором полугодии нам удастся сделать этот вопрос в этой точке. Работников сферы образования во время открытого диалога также интересовало, когда планируется начать строительство образовательного центра, будут ли оснащать специальными турникетами учреждения образования, а также в каком объеме и для каких школ будут выделены в этом году средства на текущий капитальный ремонт зданий. Еще один из наболевших вопросов, который решить сразу, здесь и сейчас, к сожалению, невозможно, предоставление жилья специалистам, которые в этом нуждаются. Он был актуальным практически на каждой встрече руководства администрации с трудовыми коллективами. Работники интересовались, почему этот вопрос проблемный, ведь город строится. Действительно, в прошлом году в эксплуатацию сдали 14 тысяч квадратных метров жилья, но каждый квадратный метр новостроек предназначен для переселения из ветхих и аварийных домов. Плюс к этому еще 720 человек не первый год ожидают своей очереди на улучшение жилищных условий. Есть несколько типов жилья, и мы говорим о том, что есть возможность получить служение для жилья, но мы понимаем, что это не все работники без исключения, это исключительно те высококвалифицированные специалисты, в которых остро нуждается город. Тематика вопросов бизнес-сферы также была разнообразной. Предприниматели говорили о том, как 44-й федеральный закон о контрактной системе закупок не дает развить свое дело, и спрашивали совета, что делать в этом случае. Я понимаю, что закон федеральный, в данном случае никто нарушать положение этого закона в статье не может, но ведется ли хотя бы какая-то работа в том направлении, что как-то ограничить, допустим, региональный круг поставщиков? Глава администрации посоветовал предпринимателям более тщательно изучить закон, который рекламентирует действия заказчика и поставщика услуг. Кроме того, предприниматели вправе обратиться с инициативой в городскую думу. В свою очередь, народные избранники могут написать обращение в законодательное собрание округа и другие инстанции. Интересовались предприниматели во время диалога, из чего складывается размер арендной платы специализированных помещений. По мнению некоторых бизнесменов, цена очень высока. Величина арендной платы определяется рынком, она не определяется распоряжением администрации. Я не буду вмешиваться в те отношения, которые регулируются рыночной экономикой. Компетентные ответы во время проекта «Открытый диалог» были также даны работникам медицинской, культурной сфер города, жилищно-коммунального хозяйства. В целом, за месяц было проведено 8 встреч с трудовыми коллективами предприятий и организаций. Руководители городской администрации отмечают, в работе таких дискуссионных площадок, главное, что город, в котором живут представители разных профессий, народностей, идей, взглядов, им далеко не безразличен. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Итак, «Открытый диалог» власти и населения. Вопрос, который сегодня мы обсуждаем с заместителем главы администрации города Муравленко, Алхаматовым Хизерин Абеевичем. Добрый день. Добрый день. Хизерин Абеевич, мой первый вопрос такой. Все вопросы, озвученные жителями города, они зарегистрированы. Много ли их поступило? И какая дальнейшая работа будет проведена с этими обращениями, которые озвучивали жители города? Как будет использована эта информация? Встречи у нас завершены. Поступило более 100 обращений, 100 вопросов на этих встречах. И большую часть вопросов глава администрации, члены команды главы администрации, мы пытались отвечать на месте. То есть люди получали консультации по теменным вопросам. Но те вопросы, которые касались благоустройства, другие вопросы, которые невозможно было ответить или решить их прямо на месте, эти вопросы у нас сформированы в определенный перечень. И часть из них, которые требуют решения материальных каких-то затрат, соответственно, они войдут у нас в бюджет следующего года. Часть будет решена в летний период, если не попали у нас в программу. Но тем не менее, еще раз обозначу, что ни один вопрос у нас не остается без внимания. Те вопросы, которые невозможно решить с участием муниципальных каких-то учреждений, предприятий, мы их переадресуем в федеральную структуру, общественную структуру, для того, чтобы те органы, которые компетентно решить тот или иной вопрос, взяли на контроль решение этих вопросов. Хизрина Беевич, в этом, так сказать, сезоне открытого диалога встречи проводились в трудовых коллективах. Некоторые службы в городе все-таки остались без внимания. Но все же доказала ли такая форма общения правильность выбора? Мы используем разные форматы общения с людьми. Попытка найти какую-то оптимальную формат. Наверное, не в этом дело, а возможность предоставить людям разных профессий, разных учреждений, независимо от форм собственности, пообщаться с органами власти не как работник данного учреждения, а как житель города. Если обратили внимание, что большая часть вопросов, которые задавали люди на этих встречах, она не была связана с их непрофессиональной деятельностью, а и была связана с вопросами жизнедеятельности в целом городе. Это попытка привлечь больше людей, чтобы люди видели возможность непосредственного контакта, непосредственного общения с главой администрации города, чтобы тот человек, который непосредственно решает большую часть городских проблем, он слышал об этих проблемах, с уст разных людей. Чем больше информации владеет орган власти, тем есть возможность понимать, что этот вопрос, эта проблема является насущным для города, и его надо решать. Работа все-таки с населением не завершается. Когда следующий сезон открытого диалога? У нас уже тенденция такая, что каждые полгода мы встречаемся, форматы разные, но тем не менее, я думаю, в ноябре-декабре очередной сезон встреч, открытый диалог будет проведен. Формат мы сейчас продумываем, возможно, мы сохраним данный формат, возможно, вернемся к формату, когда мы встречались по микрорайонам. Это вопросы для обсуждения. Но здесь самая главная задача, чтобы было больше людей, было больше вопросов, было больше именно тех вопросов, которые администрация, как орган местного самоуправления, и в полномочиях решать. Если есть вопросы, которые администрация полномочий решает, соответственно, есть возможность решить эти вопросы. К сожалению, есть вопросы, которые носят эриторический где-то характер, где-то не в полномочиях администрации, но тем не менее, показать людям, как можно эти вопросы решить, в какой орган надо обратиться, или перенаправить их к ним вопросы, это тоже, я считаю, одна из задач администрации. Как Вы считаете, стоит ли больше привлекать общественность к решению вопросов, касающихся жизни, жизнедеятельности, муниципального образования? Я считаю, что это особенно актуально в год гражданского единства. Обязательно. Я думаю, без общественной поддержки, без общественного контроля за теми процессами, которые идут у нас в городе, решить все вопросы невозможно. Один из примеров, партийный проект «Единая Россия» по оценке качества услуг в сфере ЖКХ и здравоохранения, сейчас мы также хотим подключить молодежный совет при главе администрации к общественному контролю за теми или иными процессами. Не просто нужно в условиях, например, в вопросах благоустройства, не просто, что что-то сделали, а как сделали, качество. Если общественность будет акцентировать внимание и показывать, что сделано некачественно, что есть какие-то проблемы в проведении работах, я думаю, у администрации есть ресурсы направлять или останавливать работу, или добиваться качественного выполнения этих работ. Только соединение администрации и общественных организаций, вообще общественности нашего города позволит нам, я думаю, многие вопросы, городские проблемы потихоньку решать. Спасибо большое, Хизрина Петь, что пришли сегодня в студию и ответили на мои вопросы. Мы продолжим сразу после рекламы. Новый уровень комфорта. Электропривод двери багажника. Вентиляция сидений и подогрев руля. Шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Новый двигатель В8. Новая система помощи при движении по бездорожью. Система кинетической стабилизации подвески. Блэнд Крузер 200. Все в вашей власти. Тойота. Только в апреле при покупке любой модели Volkswagen иногородние клиенты получают компенсацию затрат на поездку в дилерский центр Интертехцентр в городе Сургуте. А для сотрудников нефтегазодобывающих предприятий еще более выгодные условия. Может самолетом махнуть? А давай. Подробнее об акции поездка в подарок по телефону в Сургуте. 206 100. Volkswagen. Das Auto. Да, это красиво и уютно. Это очень надежно и качественно. Все правильно. Это пластиковые окна от компании «Концептстрой». Окна, рамы, жалюзи с гарантией. «Концептстрой» – производственная компания. «Концептстрой». К другим темам. Все силы на расчистку. Минувшая зима запомнится нам как одна из самых снежных. 200 тысяч кубометров снега было вывезено с территории города. Цифра не просто большая, она огромная. Соответственно, огромный объем работ был выполнен и коммунальными службами. Они и сейчас работают в напряженном режиме. Стараются как можно быстрее убрать с территории дворов подтаявший снег и очистить от него крыши домов. Тему продолжит Наталья Челария. Для жителей 14-го дома по улице Новая неделя не задалась с самого начала. Обильные снегопады и потепление сделали свое дело. Огромная глыба снега и льда обрушилась на козырьки сразу двух крылец. Я спать ребенка ложила и оно грохнуло. И через две минуты средняя дочка заходит со школы и говорит, мама, иди посмотри, что у нас с крыльцом. Я выглянула в окно, у меня аж руки затрусились. Это хорошо, что она в этот момент домой не заходила со школы. У нас детей очень много. У нас мог любой ребенок соседский зайти в это время или выйти в школу. Очистка снега с крыс, жилых домов и козырьков подъездов входит в обязанности управляющих компаний. Эти работы они начали производить еще в начале марта. В первую очередь убирают там, где протекает кровля. Шиферные кровли очищаются очень сложно, так как идет то таяние, то намерзание. И получается, что если мы очистим шифер, он просто разрушается. Поэтому шиферные кровли мы чистим очень осторожно. И только со стороны входов, со стороны там, где идет перемещение людей. Работы выполняются. На следующий день наша съемочная группа решила выяснить, как выполняются работы и восстановлены ли подъездные козырьки в доме по улице Новая. Ну, на следующее утро сразу же, в 8, начало 9 уже стучать начали. Мы проснулись, а уже стучали, уже все сделали, крыльцо полностью сделали. И второе тоже? И второе, да, сразу же все в один день сделали. Ситуацию, когда снежные шапки свисают прямо над подъездами, создавая реальную угрозу для жильцов и случайных прохожих, можно наблюдать и в других домах. Коммунальщики говорят, что очистить все и сразу просто невозможно. И призывают горожан быть внимательными, находясь в зоне опасных крыш. Все силы на расчистку снега на этой неделе бросили не только работники управляющих компаний, но и дорожные службы. С приходом теплой погоды график их работы стал еще напряженнее. Задача номер один – вывести из города за короткий срок как можно больше снега. В первую очередь подтаявший снег очищают с подъездных путей к больницам, школам, детским садам. Большое внимание уделяют и внутриквартальным проездам тротуарам. Сегодня на линии 30 единиц – автогрейдеры, погрузчики, трактора. Ломающуюся технику стараются отремонтировать в кратчайшие сроки и сразу запускают в работу. Прикладываем все усилия для скотейшего выпуска из ремонта ее. Я думаю, с обеда дополнительно еще четыре единицы техники выйдет. Два автогрейдера, две МТЗ, две единицы. На качественную очистку одного двора от снега дорожникам требуется несколько дней. Сложности трактористам добавляют припаркованные рядом с подъездами жилых домов автомобили. Некоторые водители, видимо, сознательно не реагируют на просьбы коммунальщиков. Да, очень сильно мешают машины. А что делать? Стараемся. Во что, в дворе такая ситуация? Да. Добавлю, что коммунальщики продолжают исполнять заявки, поступающие в дорожный отдел от жителей города. И если в вашем дворе действительно сложно пройти и проехать, приедут на уборку снега в первую очередь. Ну а в целом, горожанам стоит запастись терпением. Весны без рыхлого снега и луж не бывает. Наталья Челария, Светлана Грачева, Андрей Нагибин, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. 20 апреля в России отмечается День донора. Он посвящен тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни людей. В городской больнице Муравленко пункт сдачи крови организован в отделении переливания крови. О работе этого отделения сюжет Надежды Деминовой. Пункт сдачи крови существует в Муравленко со дня основания городского лечебного учреждения. На сегодняшний день в отделении трудятся 9 специалистов. Главная задача – своевременно обеспечивать подразделение больницы донорской кровью и ее компонентами. Справляться с этим медиком помогают доноры. Ежегодно к нам в отделение переливания приходит около 400-500 человек. Это люди, которые несколько раз в год приходят. Есть те, которые могут себе позволить дважды в год прийти. Есть те, которые приходят более 10 раз, сдавая плазму, например. Средний возраст донора колеблется от 30 до 50 лет. За все время существования донорского движения в Муравленко донорами крови и плазмы стали более 4000 человек. Это люди неравнодушные, готовые совершать благие дела на безвозмездной основе. Не получают они ничего, кроме того, что положено по закону о донорстве. То есть это выходные дни, день, когда донор сдает кровь и дополнительный день отдыха, который он может использовать в течение года по своему усмотрению. Донорство в России безвозмездно и добровольно. Согласно действующему законодательству, денежные выплаты до 10 тысяч рублей в год, ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях, а также право приобретения путевок в санатории по месту работы или учебы, гарантированы только тем, кто удостоен звания почетный донор. В России почетным донором считается человек, который 40 раз сдал кровь или ее компоненты, или же 60 раз пожертвовал плазму. В Муравленко таких людей более сотни. Сдавая кровь, они выражают не только свою активную жизненную позицию, но и общечеловеческое небезразличие. Донорские дни в отделении переливания крови – вторник и четверг, но на этой неделе кровь здесь принимали и в пятницу. В отделении проходила акция, приуроченная к Всемирному дню донора. За два дня ее проведения кровь сдали более 20 человек. Это постоянные доноры, медработники, а также жители города. Благодаря добровольной акции удалось собрать более пяти литров крови и ее компонентов. По словам специалистов, этого количества достаточно, чтобы спасти жизнь 26 человек. Надежда Деминова, Сергей Кириченко, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Выпуск обзора недели продолжат новости спорта. Анастасия Попова, как всегда, в курсе всех спортивных событий. Настя, что нового в жизни спорта произошло за эти семь дней? Несколько дней назад стали известны результаты окружной спортивной элиты. В списке лучших – три муравленковца. А около 300 жителей нашего города встали на лыжи и приняли участие в массовой лыжной гонке «Ямальская лыжня». Подробности через несколько секунд. 17 апреля состоялось долгожданное мероприятие в мире физкультуры и спорта Ямалоненецкого автономного округа «Чествование» лауреатов окружного конкурса «Спортивная элита Ямала» 2013 года. В состав жюри «Спортэлиты» вошли руководства и специалисты Департамента физкультуры и спорта и представители общественности награды получили победители и призеры окружных смотров конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях округа, проведение спортыки от трудящихся и учащихся Ямала. Жюри назвало имена ямальцев, внесших своими достижениями в прошлом году наибольший вклад в популяризацию спорта и укрепивших позиции округа на спортивной карте страны и мира. В списке лучших – трое жителей Муравленка. Имя Карена Абрамянца внесут в книгу «Почетная слава Ямала» Лучшим спортивным судьей 2013 года признан тренер по каратэ-сютакан Юрий Чалый, а работник «Ямалкоммунэнерго» Юрий Витошников стал лучшим организатором-общественником. Горожане закрыли лыжный сезон. На старт вышли учащиеся школ города, молодежь и трудящиеся Муравленка. В рамках программы «Спорт против наркотиков» состоялась массовая гонка «Ямальская лыжня» на призы газеты «Наш город». В ней приняли участие около 300 человек. Первыми бежали учащиеся первых-четвертых классов. Им предстояло преодолеть дистанцию в 500 метров. В два раза больше пришлось пройти ученикам 5-9 классов школ города. Встала на лыжи и молодежь – лицеисты и студенты колледжа. Взрослые стартовали в полдень. Им, как и молодежи, предстояло пройти символичную для этого года дистанцию – 2014 метров. По итогам состязаний лучшие результаты показали Денис Валов, Екатерина Шараборина, Эмма Тимирбулатова и Павел Новиков. Все участники награждены сувенирами, а победители и призеры удостоены сертификатов на годовую подписку газеты «Наш город». Я пришел сюда поучаствовать на лыжах, так как это массовая пробежка, и она против наркотиков. То есть дает возможности ребятам познать, что спорт лучше, чем употребление каких-либо там наркотических средств. На этом у меня все. Следите за спортивными событиями и занимайтесь спортом сами. Спасибо, Настя. В завершении выпуска коротко о других событиях, произошедших на этой неделе. На Ямале запустили в эксплуатацию завершающий участок Северного оптического потока, магистральную линию связи, самый крупный за всю историю инфраструктурный телеком-проект на Урале и один из крупнейших в России. В администрации города состоялось заседание Молодежного совета. Совместно с председателем Александром Подорогой молодые люди утвердили структуру совета и наметили план дальнейшей работы. А в округе завершился конкурс по формированию состава молодежного правительства Ямала. Интересы молодых муравленковцев будет представлять социальный педагог первой школы Станислав Евженко. Нарушения караются штрафом и даже изъятием лицензии. Работники кадровых служб, предприятий, учреждений и города обсудили основные положения по ведению воинского учета сотрудников. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. В четвертой школе прошла конференция отцов, приуроченная ко Дню воинской славы России. На 90 тысяч тонн больше бизнес-плана. С начала года на месторождениях «Газпромнефти» Муравленко добыто 3 млн 261 тыс. тонн нефтяного эквивалента. Фактическая добыча черного золота составила почти 2 млн тонн. В городе состоялся открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта». Детская музыкальная школа принимала участников из Ноябрьска, нашего города, поселков Пурпе и Ханемей. Это все на сегодня. О том, чем будет богата следующая неделя, смотрите ровно через 7 дней. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Я желаю вам приятных выходных. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова